МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лавинная опасность объявлена на Камчатке с 22 по 25 февраля. Спасатели рекомендуют жителям и гостям края воздержаться от посещения горных склонов в ближайшие дни. В региональном МЧС сообщают, что самопроизвольный сход снега возможен на территориях Петропавловска, Елизовского, Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также Свилючинского, Козельского, Корягского и Авачинского вулканов. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует руководителям организации ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Родителям настоятельно рекомендуется следить за местонахождением своих детей. Основные правила поведения в районах схода лавин. Не выходите в горы, в снегопад и непогоду. Находясь в горах, следите за изменением погоды. До выхода в горы узнайте места возможного схода снежных лавин в районе своего маршрута. Отправляясь в горы, обязательно возьмите с собой лавинный датчик, он же бипер, он же транссивер, он же лавинный маячок. Это прибор, предназначенный для поиска людей в лавинах. Бипер имеет режим передачи сигнала и режим поиска, приема сигнала. Однако наличие бипера не гарантирует безопасности. Этим прибором надо уметь пользоваться. Избегайте мест возможного схода лавин. Если встреча со снежной лавиной все же произошла, необходимо придерживаться ряда правил. Стоит помнить, что если лавина пришла в движение недалеко от человека и нет возможности уйти, необходимо быстро закрепиться на месте с помощью лыжной палки, ледоруба, воткнув их в снег. Расположить тело необходимо вдоль пути движения снега, пропуская его мимо себя. Если лавина оторвалась далеко от человека и есть несколько секунд до ее прихода, необходимо незамедлительно покинуть опасную зону и уйти в укрытие, например, за выступом скалы. Если лавина все же захватила человека, необходимо защитить органы дыхания от снежной пыли, закрыть нос и рот шарф шапочкой, рукавицами и попытаться расположить тело вдоль снежного потока и удержаться на поверхности снежной массы, двигая руками и ногами. Если удержаться на поверхности не удалось и вы оказались под снегом, то постарайтесь сгруппироваться, согнув колени и закрыв лицо руками, прикрыв рот и нос. Если ситуация несет угрозу вашей жизни или жизни окружающих, необходимо звонить на номер службы спасения со стационарных телефонов 01, с мобильных 101 или по единому номеру всех экстренных служб 112. Взяла кредит, чтобы перевести злоумышленникам полтора миллиона рублей. Елизавчанка попала на удочку кибермошенников. Ежедневно в полицию полуострова обращаются камчатцы, ставшие жертвами виртуальных похитителей. Одна из популярных схем обмана – это мошенничество, связанное с заработками на бирже. Так, 55-летняя жительница города Елизава в беседе с правоохранителями рассказала, что планировала заработать, инвестируя денежные средства. После того, как заявительница зарегистрировалась на одном из интернет-сайтов, обещавшей высокий доход от инвестиций и участия в биржевых торгах, с ней связался человек, представившийся специалистом инвестиционной компании. Следуя уговорам и инструкциям звонившего, женщина оформила потребительский кредит и перевела на указанные злоумышленниками реквизиты счетов полтора миллиона рублей. По аналогичной схеме своих сбережений лишился и 56-летний Елизавчанин, который перевел мошенникам 429 тысяч рублей. Жители краевой столицы тоже активно пытаются заработать в интернете. Но дистанционные мошенники не дремлют. Они стали пользоваться этой схемой обмана, предлагая выгодно инвестировать для получения прибыли. Так, двое мужчин и одна женщина откликнулись на объявления, размещенные на незнакомых сайтах, о возможности получения дохода от инвестиций в крупное акционерное общество. В каждом случае заявителям звонили специалисты, которые рассказывали о плюсах брокерских платформ и предлагали свою помощь в инвестировании. Жители Петропавловска-Камчатского доверились мошенникам и в общей сложности перевели на незнакомые банковские счета более трех миллионов рублей. Еще две жительницы краевого центра потеряли около трех миллионов рублей из-за того, что поверили лжесотрудникам правоохранительных органов и службы безопасности банка. Две жительницы краевого центра пострадали от самых распространенных схем мошенничества. Звонков от лжесотрудника правоохранительных органов и сотрудника службы безопасности банка. Злоумышленники под предлогом предотвращения хищения денежных средств выяснили у доверчивых горожанок реквизиты банковских карт и коды подтверждения, похитив таким образом около миллиона рублей, которые женщины перевели на счета мошенников. Уже возбудили и расследуют уголовные дела по признакам мошенничества. Сейчас разыскивают людей, причастных к совершению преступлений. Полиция предупреждает жителей Камчатского края быть внимательными, не доверять телефонным звонкам посторонних граждан. Если вам поступил звонок от незнакомца, даже если он приставился брокером, сотрудником службы безопасности банка или правоохранительных органов с предложением совершить финансовую операцию, самое правильное решение, которое будет принято вами – ненедленно прервать разговор. В полиции добавили, что жертвами злоумышленников становятся как молодые, так и пожилые люди. Если у вас возникли подозрения в совершении мошенничества, необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. Также жителям полуострова напоминают, что нельзя выполнять операции с деньгами по указанию неизвестных, а также раскрывать данные из своих банковских карт и счетов. Это может привести к денежным потерям. Высокие награды получили сотрудники Камчатского авиационного предприятия. День работника гражданской авиации отметили на полуострове. Торжественное мероприятие прошло в понедельник, 21 февраля. Министерство транспорта России вручило восьми членам летных экипажей нагрудные знаки отличия за безаварийный налет часов. Четверо из них удостоены награды на и высшей первой степени. Знак за безаварийный налет часов вручается лицам командирам, вторым пилотам, бортмеханикам, штурманам, бортоператорам и наблюдателям. Знак вручается по налету часов, соответственно, типу воздушного судна. Знак, скажем так, достаточно весомый. Получить его не очень просто. Нужно не просто налетать вот это количество часов, что я озвучил, а налетать их безаварийные, то есть не попадая ни в какие переделки. Командир самолета Як-40 Андрей Макаров рассказал, что для него отличительный знак стал долгожданной наградой. Он провел в воздушном небе больше 14 часов. У меня папа летал тут, мама работала тут в аэропорту. Сам я прожил всю жизнь вот здесь, в авиагородке. Куда еще была дорога? Естественно, в авиацию. Я после окончания училища летаю в камчатском воздушном небе. 38 лет, 39 идет. Сначала, когда только-только становишься командиром, это, конечно, огромная радость. Потом со временем, ну как в жизни, чувства притупляются, остается ответственность за людей, за самолет. Также лучшие сотрудники авиакомпании были награждены почетными грамотами за многолетний добросовестный труд. Когда мы работаем, не думаешь о наградах, о каких-то грамотах, о почетах, о регалиях. В первую очередь, забота о том, что вот ты летишь, и за тобой 22 человека, которым надо прилететь из точки А в точку Б. И они должны быть уверены полностью в том, что это произойдет. Отметим нагрудный знак отличия первой степени, вручается действующим членам летных экипажей за 10 тысяч часов без аварийного налета на самолете или 7 тысяч на вертолете, при условии, что они соблюдают требования Воздушного законодательства Российской Федерации и не допускают авиационных происшествий или инцидентов, а также случаев нарушения производственной или трудовой дисциплины, угрожающих безопасности полетов. Два якоря, с левой и с правой стороны. Мягкий тормоз, тормоз жесткий. Ручки очень удобные. Своя собственная нарта появилась у юной гонщицы из Вилючинска. Ее купили краевые депутаты в рамках программы наказов избирателей. Новая спортивная нарта стоимостью в 300 тысяч рублей позволит вилючинской спортсменке Юлии Ивановой совершенствовать свое мастерство и добиваться новых побед. Сани привезли всего две недели назад. И сейчас гонщица только осваивает их. Краевой депутат Роман Литвинов приехал на тренировку, чтобы посмотреть, как готовится спортсменка. С Юлией мы знакомы давно с ее родителями. Она представляет Камчатский край на России. Она стала чемпионом России по ездовому спорту в своей категории. Она представляет Камчатку от Федерации ездового спорта. И также она входит в Камчатскую лигу экстремального спорта, которая в Вилючинске зарегистрирована. Желаем ей побед, дальнейших успехов. И надеемся, что наша депутатская помощь, помощь Камчатского края поможет ей их достичь. Новая спортивная нарта позволит Юлии добиваться еще больших достижений и занимать призовые места в различных соревнованиях. Юлия Иванова занимается этим видом спорта с 2017 года. И раньше у нее была только одна собака. Хорошие результаты она стала показывать после приобретения скоростных собак. Мои результаты стали еще больше. Скорость у меня была еще больше. В соревнованиях я участвовала два раза. В первенстве России. В 2019 году я заняла первое место. В 2021-м второе. Также я участвовала в гонке «Дюлин». Это детская гонка. Несколько раз заняла второе место. Два раза первое. Также я участвовала в соревнованиях «Снежный путь», «Ельзовский спринт». В других соревнованиях на территории Камчатки. Юлия добавила, что раньше нарта, на которой она выступала, была арендованной. Сейчас у нас появилась именно своя нарта. Нам помог Литвинов Роман Демьянович. Преимущество этой нарты в том, что она легкая. На нем есть два якоря. Это очень помогает. Здесь поднимается нос. Здесь новые лыжи. То есть они и тренировочные, и специальные соревнования. Специальный какой-то каркас. На новой нарте Юлия планирует принять участие в соревнованиях «Снежный путь» и «Берингия». Нарта обошлась нам краю или законодательному собранию. Не знаю, кто правильно распределяет эти деньги, когда депутаты их направляют. В 300 тысяч рублей. Мы думаем, что семья Юлии не смогла бы купить такую нарту. А заниматься на арендованном оборудовании не очень удобно. Спортсмен должен привыкнуть именно к своей нарте, к своему оборудованию, чтобы уметь ей управляться. Даже вот сейчас мы поговорили с Юлией, она говорит, что это новая нарта. Отличается от той, которая у нее была раньше. И вот она привыкает к ней, она тренируется. Народный избранник Роман Литвинов отметил, что депутаты поддерживают многих спортсменов в Велючинске и детей, которые занимаются творчеством. Поддержку будут оказывать и в будущем. Во второй части выпуска Масс Медиа Ньюс смотрите. День рождения отметил накануне второй по величине город Камчатского края Елизова. Более 500 человек приняли участие в зимнем фестивале ГТО в Петропавловске. Группа «Ума Турман» выступит на фестивале «Снежный путь» на Камчатке. Об этих и других событиях узнаете далее. День рождения отметил накануне второй по величине город Камчатского края Елизова. Ему исполнилось 47 лет со дня основания. Сегодня это центр Елизовского муниципального района, в котором проживают около 40 тысяч человек. Все они любят свой город и делают все возможное, чтобы он рос и развивался. 21 февраля горожане возложили цветы к памятнику герою гражданской войны и командиру партизанского отряда, чьим именем назван город и район, Георгию Матвеевичу Елизову. Сегодня большой праздник всех нас, кто любит этот хороший, действительно красивый город Елизова. Наш город является центром, а лучше сказать, наверное, сердцем нашего района. И насколько это сердце бьется уверенно, перспективно, настолько живет наш район. Всех поздравляю с этим праздником. 21 февраля 1975 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочему поселку Елизова присвоили статус города областного подчинения. Более 500 человек приняли участие в зимнем фестивале ГТО. Муниципальный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» завершился в Петропавловске. В минувшую пятницу участники выполняли нормы завершающего этапа по общей физической подготовке. Мероприятие проводилось в спортивном зале школы номер 33 Краевой столицы. Как сообщили в Центре тестирования, в этом году фестиваль проводился для любителей спорта всех возрастных групп. Фестиваль прошел достаточно активно. У нас более 500 человек приняло участие. То есть это и школьники, и участники из детских садов даже у нас были. Семейные команды, трудовые коллективы у нас приняли участие. Все прошло достаточно весело, участникам понравилось. На соревнованиях царила очень дружеская атмосфера. Все друг друга поддерживали, зависимо от того, это соперники были, либо участники команды. Участники выполняли нормативы по общей физической подготовке, плаванию на 25 и 50 метров, а также в дисциплинах бег на лыжах и стрельба из пневматической винтовки. Организаторы рассказали, что фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» проводится в Петропавловске регулярно с 2016 года. Зимним этапом он не заканчивается. У нас получается уже седьмой фестиваль зимний. Впереди нас ждет еще много мероприятий. Это и летний фестиваль комплекса ГТО среди школьников, среди учащихся средних учебных профессиональных заведений. По итогам регионального этапа летних фестивалей будет сформирована сборная команда для участия на всероссийском уровне. Школьники получат право поехать в лагерь «Артек» для участия во всероссийском этапе фестиваля. Также нас ожидают много семейных конкурсов ГТО. Фестивали для государственных и муниципальных служащих пройдут. Спартакяды для трудовых коллективов также будут. Впереди у нас много интересного, очень большие грандиозные планы. В центре тестирования ГТО отметили, что каждый раз фестиваль вызывает повышенный интерес у жителей города. Выполнять нормы приходит много детей. Ребята пробуют свои силы, стремятся усовершенствовать результаты. Также у них появляется желание активно заниматься спортом. Очень много детей по нашему опыту знакомятся со спортом в последнее время именно благодаря комплексу ГТО. Мы начинаем принимать нормативы у детей еще с детсадовского возраста, с 6-7 лет. Ребята пробуют свои силы, видят свои результаты, хотят их улучшить. И поэтому начинают заниматься спортом еще более активно. Поэтому это очень полезно. Как вообще относитесь к фестивалю, как ребята? Относимся отлично. Ребята все дружелюбные, всем все нравится. Для своего здоровья все полезно и развитие для себя. Спорт – норма жизни. Да. Да. Спорт – жизнь. Добавим, что по итогам всех испытаний участникам присуждаются знаки отличия комплекса ГТО различного достоинства – золотой, серебряный и бронзовый. Это люди, которые выполнили необходимое количество нормативов для своей возрастной ступени. То есть это в среднем от 7 до 9 нормативов. Те, кто хотели получить золотой знак отличия, они выполнили все свои нормативы на золото. То есть это достаточно хорошие, достаточно крепкие показатели для среднестатистического человека, который хотя бы немного регулярно занимается спортом. За период работы Центра тестирования ГТО по Петропавловску знаки отличия получили уже свыше тысячи горожан. Только за последний год вручили более 300 знаков отличия жителям краевой столицы, которые выполнили нормативы в своей возрастной группе. Вместо коньков – валенки, вместо шайбы – мяч. В необычный хоккей сыграли камчатские спасатели. В борьбу за победу вступили пять команд по восемь человек. На хоккейной площадке Спасцентра завязалась нешуточная борьба. Только в течение недели сыграли 10 игр. По итогам финальных состязаний первое место завоевала вторая спасательная рота. Серебро досталось отдельным взводам Спасцентра. Замкнула тройку лидеров команда от управления офицеров. Все призеры получили диплом и победителям вручили переходящий кубок. Как сообщили в МЧС, соревнования по хоккею с мячом на валенках проводятся уже третий год подряд. Они включены в календарный план спортивных мероприятий Центра. В числе личного состава несколько опытных спортсменов, которые выступают за любительские хоккейные команды края. Для выполнения своих служебных задач спасателям требуется хорошая физическая форма, а такие состязания помогают формировать командный дух и спортивную закалку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова